Как получается масложор и надо ли менять масло на более густое, если двигатель начал жрать масло? Сам процесс сгорания топлива всегда сопровождается появлением нагара. Это такой же естественный и нормальный процесс, как и в любой печи. Поэтому нагар в камере сгорания это явление неизбежное. Также при работе мотора масло в любом случае попадает в камеру сгорания. Пусть в очень-очень минимальных количествах, но попадает. Хотя бы через те же прорези в кольцах. Также во время работы двигателя в картере постоянно присутствует масляный туман, который таким образом смазывает цилиндры. При движении поршня вниз маслосъемное кольцо соскребает масло со стенок цилиндра. В канавке кольца есть сквозные отверстия, через которые собранное масло стекает обратно в картер. Думаю вы знаете, что в моторе есть вентиляция картера. Это такой шланчик, который соединяет двигатель и подключается ко впускному коллектору. Нужно это, чтобы не было повышенного давления в картере. И вот через этот шланчик в коллектор попадает не только воздух, но и часть того самого масляного тумана. Пусть и в очень даже небольшом количестве, но попадает. Соответственно, когда вы подаете газу, то масляного тумана становится больше, а значит больше масла попадает в камеру сгорания. Минимальный расход масла есть всегда. Не получится так, что вы зальете, например, 4 литра масла и будете на нем ездить, например, 50 или 100 тысяч километров и двигатель ни грамма его не сожжет. Таких чудес не бывает. И то, что за 10 тысяч вы на щупе не видите расхода масла, это не значит, что его нет. Он есть просто в очень-очень микроскопическом количестве. Но вот это микроскопическое по началу количество масла все равно попадает в камеру сгорания, пережигается там и оставляет после себя нагар. Сначала его почти незаметно, но постепенно он нарастает все больше и больше. Один слой накладывается на другой, создается лаковая пленка. Эта пленка постепенно сгущается и уже превращается в густой-густой кокс. Все это может происходить, причем, довольно очень долго. Десятки, а то и даже, может, сотни тысяч километров пробега. Ну и разумеется, это все можно ускорить. Для этого нужно как раз как можно реже менять масло, заливать плохое некачественное масло. Потому что при работе не только в масло попадает цилиндр, но и в масло попадают пары топлива и продукты сгорания. Соответственно, свойство масла ухудшается и оно начинает пригорать сильнее. Также надо как можно чаще ездить на короткие расстояния с непрогретым двигателем. Когда происходит коксование в цилиндре, нагар от масла забивает канавки маслосъемного кольца, кольца, соответственно, залегают и в итоге масло уходит на угар еще больше. Создается что-то напоминающее гудрон, и этот гудрон из масла забивает отверстия в канавке поршни. Соответственно, маслу становится вообще трудно через эти отверстия проходить. Поэтому двигатель, который жрет масло, нельзя заливать более густое масло. Этим вы только можете усугубить проблему, и масложор усилится. Если же все-таки залить более густое масло, как многие советуют, когда начинается масложор, то, во-первых, повысится давление масла. Часть масла будет все равно уходить через редукционный клапан для поддержания нормального давления в двигателе. А вот более густое масло, оно, соответственно, и течет намного хуже. А ведь масло в двигателе выполняет также функцию отвода тепла от трущихся деталей, от тех же цилиндров, от поршней. А раз оно обладает меньшей текучестью, то, соответственно, тепло будет отводиться намного хуже. И будет локальный перегрев, и пригорание масла в этих местах, которые перегреваются. Детали мотора начнут еще сильнее покрываться масляным лаком, а уже и без того закоксованные отверстия будут обрастать коксом еще сильнее. В итоге густое масло не сможет проходить нормально через эти отверстия, а значит, не сможет нормально отводить тепло. Будет еще более сильный локальный перегрев. Масло будет еще хуже сниматься кольцами, соответственно, в большем количестве попадать в камеру сгорания. В итоге, после замены масла на более густое, масложор через некоторое время сильно увеличится. Если еще раньше, до этого момента не произойдет поломка юбки поршня из-за того, что был перегрев. Что же тут можно сделать? Для профилактики, когда только-только начался масложор, когда он стал заметен, можно, а можно и раньше, нужно делать раскоксовку. Ну и, кстати, раскоксовка тоже не всегда может помочь, по той простой причине, что заливается она в камеру сгорания, а маслосъемное кольцо находится на поршне ниже всех, и до него просто может не достать. Есть промывки, которые добавляются в масло. Их задача также отмыть все лаковые и коксовые отложения, но уже со стороны масляных каналов, со стороны путей движения масла по двигателю. И да, эти присадки делают свое дело, но очень медленно и аккуратно, потому что агрессивную химию вам никто продавать не будет. Таким образом можно просто убить мотор еще раньше, не дождавшись, пока он умрет сам от масложора. Но если уж ничего не помогает, то однозначно нужно менять кольца, поршни и маслосъемные колпачки. Иначе масложор приведет либо к прогару клапана, либо к перегреву и обрыву юбки поршня. Юбка поршня, когда ее оборвет, может с легкостью пробить масляный поддон. Все масло вытечет во время движения. На этом все. Всем удачи. Пока.